Всем привет! Вы слушаете 67 выпуск SD-Cast, подкаст о разработке ПО в его окрестностях. С вами, как обычно, я, CS Diamond, и мы вновь продолжаем серию специальных выпусков, записанных на Highload. В этот раз мы собрались вместе с докладчиками секции Lua и обсудили вообще, где, кто и как использует Lua, ну, кто за что его любит или, наоборот, ненавидит, и какие вообще текущие тренды в этом мире Lua. Приятного прослушивания. Всем привет! Вы слушаете очередное включение с Highload 2017. Тут в виртуальной студии. Всем сейчас хочется сказать виртуальной студии. В реальной студии, но уже привычки просто за 60 выпусков, да. Саша Гладыш от Антона Солдатов, Дима Борисов, Сергей Лерк, ну и я, Константин, да, Кейс Дайм, и все такое. Всем привет! Привет! Вот, да, тут, собственно, мы собрались такой кучкой людей, так или иначе, что-то делающих на Lua. Lua, не знаю, все причем по-разному говорят. Lua, Lua. Мне даже кажется, что Lua более правильно. Бразильское, португальское слово, значит, Luna. Да, да, да. Все знают, всем уже уши прозужжали. Да, и правильно писать его с одной большой буквы, а не все три. Да, именно так. Как Lua пишете, так пишите Lua. Вот, давайте как-то обсудим, может быть, поскольку мы тут из разных областей, и геймдев, и телеком, и RTB, и протокол, и что только мы на нем не делаем. И метапы организовываем. И метапы даже на нем, на самом Lua организовываем. Поговорим вообще про сферы применения. Ну, наверное, начнем так, мне кажется, Дим, ты расскажи вот про свой опыт применения. У тебя был доклад про применение там в телекоме, в IP-телефонии. Ну да, в нагруженных тем АТС, по сути. Ну, как, практически все, ну, я собираю АТС из следующих компонентов. То есть это коммутатор, там, фрисвич в основном, это SBC, Камалио, это хранилище данных, MySQL, это OpenResty в качестве Application Server, это Redis и RabbitMQ в качестве дополнительных компонентов, обеспечивающих больше функционал. Практически все описанные компоненты, кроме MySQL, имеют встроенный Lua-интерпретатор, который позволяет так или иначе реализовывать интересующую логику. То есть они все могут работать без него, но при этом Lua добавляет достаточно мощные возможности по гибкой настройке, либо по определению, собственно, алгоритмов работы. Вот Саша очень любит вопрос про экосистему, и я хотел бы ему сформулировать ответ. Дело в том, что во всех перечисленных случаях Lua у нас является инструментом, который нужен для связки компонентов. То есть, вот, к примеру, во фрисвиче, собственно, ядро АТС интеллектуального, ну, софтсвич пятого уровня, как говорят, во фрисвиче, Lua, синтаксис Lua используется для алгоритмической связки всего набора инструментов, которые предоставляет фрисвич. То есть, в случае фрисвича, это там, например, две сотни команд управления состоянием звонков, да, плюс еще, ну, наверное, сотню API-вызовов, не говоря уж про нативные луашные реализации функционала управления состоянием вызовов. То есть, в данном случае синтаксис языка просто позволяет сеть со всем этим пароходом управляться. То есть, ну, в принципе, все то же самое касается всех остальных систем. То есть, у нас нет необходимости, у меня нет необходимости, вот, там, решая те задачи, которые у меня есть, заниматься написанием каких-то сложных решений на Lua. То есть, у меня все сложные задачи уже решены. Они есть как кирпичики, а Lua в данном случае как цемент, как бетон, как, я не знаю, пластилин, клей. Клей, при помощи которого все это связывается. Вопрос, наверное, не в этом. То есть, я тебя перебил. Когда я говорю про то, что в твоем решении, сколько мы, пять или шесть? Шесть. Шесть независимых экосистемных считали несовместимых. Да, конечно. Я, конечно, пытался тебя застролить по поводу рьюза кода. Потому что, что значит несовместимость? Несовместимость значит, что я не могу кусочек кода с алгоритмом, который написан для одной системы, и почему-то мне этот алгоритм нужен для другой системы, я не могу вынуть и вставить. Мне надо написать его два раза. Но ты мне сейчас говоришь, что на самом деле таких кусочков кода нет. И предметная область настолько у каждого экосистемы заточена под свое. И настолько специфична, что... Но я этим примером все равно всех буду троллить. Ну, пример с одной стороны хороший, с другой стороны на нем можно показать действительно... Хорошо проиллюстрировать то, что это абсолютно разные... Ну, я не знаю, это как управлять экскаватором и кухонным комбайном. То есть, конечно, да, там могут быть рьюзабельные куски кода, но... Нет, наиболее подряд принципиально разные. Давайте расскажем слушателям чуть-чуть, они твой доклад еще не смотрели, наверное. Вот, что у тебя есть? У тебя есть фрисвич, у тебя есть редис внутри, который скриптуется на лоо, фрисвич скриптуется на лоо, опенрести, у тебя есть, который скриптуется на лоо... Рэбитмкью, камалио, ну, собственно, все, при этом фрисвич скриптуется на лоо двумя или тремя способами. Да, а при этом это очень хорошая иллюстрация, на самом деле, для того, что я люблю говорить, по поводу того, что лоо можно использовать как язык для клея, как ты в основном ее используешь, так и системный язык программированный, потому что то, что ты пишешь на опенреесте, на самом деле, это очень близко к этому. Да, действительно, из всего перечисленного, алгоритмы, реализованные в опенреесте, они ближе всего. В принципе, ну, тут это такая уже более абстрактный момент, вот, я всегда, проектирование любой системы начинаю с проектирования структур данных. Ну, в общем, как бы, на мой взгляд, это наиболее правильный подход. Поэтому, имея правильные структуры данных, после этого нам надо их просто склеить алгоритмом. То есть, в этом случае, как раз, ну, у меня, опенреесте скрипты, ну, не занимают, там, на самом деле, больше, там, трехсот строк кода, да, вот, при всем многообразии, там, проектов, которые, наверное, у меня на данный момент реализованы. Но, да, действительно, там можно делать большие сложные проекты и вселить туда какую-то сложную бизнес-логику. Тут я согласен, тогда это будет уже ближе к системному программированию. Но такая экосистема, вот, в моей модели телекомом решений, да, она получается только одна. Поэтому мигрировать, ну, задачи по миграции, пока не стоит, вот, там, этих частей кода, максимум это создание решений, ну, модулей для опенреесте, хранящихся для ОПМ. Ну, знаешь, мне кажется, да, вот, опенреесте какие-то модули, действительно, можно, ну, скажем, пытаться абстрагировать, там, применять где-то еще, там, не знаю, авторизация, в основном говоря, да, вот, я, например, сюда выкрываете пример, как, например, единой авторизации на опенреесте. То есть, запрос пришел в сети пишный, ты его единым модулем авторизовал, а дальше раздал, там, направил на Апстрим и куда угодно, все, у тебя одна авторизация, да, но при этом, как бы, под капотом много чего используется, можно переиспользоваться. Ну, собственно, вот, и там из всего, о чем я рассказывал в своем докладе, у меня есть один кандидат на публикацию, это модуль для OpenRest, для создания REST API, для, ну, в моем случае, он, там, почти готов, для MyScale и Redis. Вот, его надо допилить, и можно будет выложить в ОПМ-репозиторий, для того, чтобы... На GitHub? Да, конечно, конечно. Ну, видишь, в ОПМе, все, прочитаешь докладик у нас на Летапе? Ну, доберусь, доберусь, доделаю. Да. Там есть еще некие препятствия. Ну, я думаю... Я еще хотел рассказать по поводу вот использования Lua в качестве склеящего элемента между разными модулями. Это вот Сергей Лерк говорит. Да, меня зовут Сергей Лерк, я занимаюсь... ...гейм-геймом. ...игровой разработкой. Вот, и почему, собственно, Lua используется во многих этих решениях? В том, что его очень легко подключать как к библиотекам, так и ко всяким сишным низкоуровневым вещам. И тут мне нравится говорить, что Lua — это не столько какая-то там прослойка и клей-момент между элементами, а столько как новый уровень абстракции над этими элементами. То есть если мы возьмем какую-то, например, сишную библиотеку, которая не умеет классы, оборачиваем ее в Lua, и из Lua элементов мы можем уже составить Lua объекты, которые этим всем будут удобно манипулировать. То есть переходя на уровень Lua, мы вылечиваем абстракцию, и работать с этими компонентами становится намного-намного удобнее. Вот тут, кстати, хочу сделать добавление. Как раз сегодня слушал доклад по модулю NGINXA, очень интересный, его ребята из Mail.ru читали. Там был очень такой интересный момент. Дело в том, что структура модуля NGINXA, она фактически повторяет структуру вкраплений Lua в OpenRest. То есть принципы те же, вызовы те же. У тебя же те же самые фазы. Да, и они оборачивают это все. И при этом Василий говорил про очень большое количество проблем, с которыми он сталкивался. Это проблемы управления памятью, проблемы взаимодействия с частями данных. И на самом деле все эти проблемы решаются в OpenRest. То есть когда мы используем Lua в качестве обертки над C-шными архитектурными элементами, это очень упрощает процедуру, и при этом очень слабо замедляет на самом деле исполнение. То есть тут степень замедления 2-3 раза по сравнению с C-шными. Ну, потому что LuaJ, потому что кэш и все-все. Нет такой проблемы, которую нельзя было бы решить введением нового уровня абстракции. Кроме избыточного числа уровня абстракции. Но если серьезно, то на самом деле этот подход, который я после того, как написал большой проект на плюсах слова, в общем, очень пропагандирую. Это когда нет такого мощного языка системного как плюсы в проекте. Там, где есть Lua или другой язык, который в качестве клея выступает. А там, где есть тупые кондовые плюсы, простенькие. Plain C, конечно, тупой кондовый плюсы. Plain C простенькая, на которой легко найти программиста, который с этим справится. Который не закосячит. Которым нет проблем с интеграцией с Lua в том числе. И сверху наш любимый Lua в качестве клея накручен, который позволяет вот эту гибкость достичь, которая вам нужна. Но надо сказать, что я от этого тоже ушел. Куда? В сторону того, что Lua, системный язык, на нем почти все написано. То есть в новых проектах, которые я делал в свое время, сейчас уже, конечно, больше в менеджмент ушел, но в них я делал уже основной код и подавляющее большинство кода написано на Lua, который расширяется каким-то образом психическими модулями, если нужно. При этом психических модулей должен быть минимум. Но здесь есть следующая ловушка. Это Луаджит, наш волшебный, по которому Антон, как это сказать, испытал и пережил много боли. И разных чувств, наверное, радости тоже. Очень интересно, на самом деле, то, что от плюсов, плюс Lua, к PLNC, плюс Lua, к Луаджиту и обжечься на Луаджите с непредсказуемой производительностью и всеми его ограничениями, и дальше, получается, вернуться обратно к PLNC плюс Lua. При этом в основном Lua должен быть. Вот. У меня вот лично такая эволюция. Антон, вот давай скажи теперь ты про свою боль в этом разрезе. Да, значит, мы работаем в компании PionWeb и мы используем Lua в RTB. Мы на Lua, мы не используем Lua вот как язык клей. Мы на Lua скриптуем бизнес-логику наших проектов. Каждый проект – это какая-либо платформа для продажи или покупки рекламы в реальном времени. Вот. И, во-первых, у меня есть отдельный небольшой комментарий про проблему переиспользования кода, потому что вот наша экосистема, она на данный момент закрыта, и это у нас как бы всё своё, свой маленький зоопарк. Вот. И это отдельная проблема, ну, начиная с того, что мы решаем, допустим, какие-то специфические задачи, и иногда бывает так, что мы не представляем вот те задачи, которые мы решаем, да, аналоги, там, ну, есть какие-то платформы, там, одна написана на Go, другая на Node. С одной стороны, понятно, как это открывать. С другой стороны, обратная задача. Вот мы хотим что-нибудь к себе затянуть и переиспользовать что-то, например, с LuaRox. Буквально пару месяцев назад у нас был забавный кейс на эту тему. Пришёл новый разработчик, стал писать, вот, ну, как бы есть проекты, да, есть какие-то общие там библиотеки, он стал писать, работать над одной из такой библиотек, и стала простейшая задачка взять и написать шаблонизатор для XML, кажется. Вот. Потому что один из протоколов в торговле, там, видео основан на XML и так далее, возникла проблема. Ну, разве эта проблема, там, на Lua написано, всё решено. Да, конечно. Давайте вот сейчас GitHub возьмём, затянем. Вот он затянул, у него тут же начало падать. Почему? Потому что, например, все наши, весь наш клиентский код, вся наша бизнес-логика, которая исполняется вот луашным интерпретатором, встроенным в наш сервер приложений, там всё очень сильно вот запесочено, там есть некий сэндбоксинг. Вот. И, ну, например, там весь ввод-вывод обрублен. Поэтому, если какой-то клиентский код делает какие-то тривиальные операции, там делает просто require.io, да, и что-то уже из этого начинает использовать, ну, у нас там не пойдёт. То есть, вот, есть целый дом, куда вот так просто с парадного входа не зайдёшь с какими-то вот произвольными, с произвольным набором функций, которые представляет стандартная блуашная библиотека, всё уже как бы там порезано, вот. А так просто тебе, естественно, эти ручки никто открывать не будет, потому что это небезопасно. Потому что сейчас у тебя в пройде там какой-нибудь лог напишет, да, потом это всё делают, выйдет из-под контроля и сделаешь себе DDoS на ровном месте. Ну, вот. Это тоже получается проблема. Это вот в плане переиспользования кода и закрытости экосистемы. Вот. Ну, тут потому что, понимаешь, как бы ваш гискейс понятен. Потому что вы используете свой некий такой лоджик, который сильно-сильно переделан, именно вот как бы заточен под что-то такое узкое, именно под ваши какие-то задачи. Поэтому, конечно, человек, который там просто публиковал, ну что, он, конечно, писал под обычный луа под лоджик, ну как бы он ничего не знает, там, он заюзал там и лоджик. Ну, по крайней мере, у вас одна экосистема принята. Да, экосистема у нас единая. А не шесть. Можно сказать, что, как бы, вот мы воспользовались преимуществом языка луа, который отлично встраивается, который прямо, вот, говорите, встраивайте, делайте из меня песочницы, да, вот, корнайте, вот, мой рантайм, как вам удобно. Вот. И, ну, тут же мы как бы, ну, съели кактус, да, вот мы не можем взять какой-то сторонний модуль. Ну, мы пишем свое. Вот. С другой стороны, там, может, опять же, это не так уж плохо. Вот. А что касается среды исполнения, то да, мы уже об этом тоже говорили и на Хайлоде, и с Костей. Я был уже подкаст на эту тему. Мы использовали долгое время лоджик, уперлись в его архитектурные ограничения. И, в общем-то, с этим нужно было что-то делать. И, ну, вот мы форкнули его и работаем уже со своей реализацией долгое время. Вот. И нам стало гораздо лучше и спокойнее. Выдохнули. Да. Мне кажется, в начале, все-таки, конечно, тяжеловато было так. Да, конечно. Для начала, ну, в игроках, там, некий риск, да, там, взлетит, не взлетит. Ну, да, опять экспертиза, все-таки, это же такое, как бы, ну, надо было набрать срок схода, то все же не получалось, конечно же. То есть потратить было какое-то время вот, чтобы понять, осмыслить и уже только потом как-то начать отдавать. Ну, в смысле, быть спокойным, уверенным в семье. Да. Да. Отдельной проблемой было то, что, как бы, на это дело не было тестов, да. Поэтому, если никогда в докладе выделил, что вот мы добавили тесты, ну, казалось бы, да, ребят, все же пишут тесты. Вот. А вот здесь лоджи, вот такой огромный, серьезный продукт, ну, как бы, ну, это будет. Ну, ты в феврале целый большой доклад про это читал на самом деле. Да, я писал отдельный доклад, потому что это проблема. Вот у вас есть реализация луо, которая почти такая же, как ванильная, но не такая. Вот. А насколько не такая, непонятно. Вот мы сейчас еще что-то начинаем пилить, а что с этим делать? Как бы тесты, да, тесты были нужны. Вот. И, да, оно, какое-то время, естественно, нарабатывали экспертизу. Ну, у нас была вот эта вот главная, самая первая ключевая проблема, когда у нас данные, клиентские данные, которые мы вот вбрасывали на уровень бизнес-логики, они стали упираться в эту проблему гигабайта или двух гигабайт. Вот. Это было отличным мотиватором, потому что ясно было, что как только ты достигаешь этот порог, у тебя все просто начинает падать. Ну, это просто сразу ограничение для роста бизнеса. Да, да, да. В отличие от всех остальных программерцев мы заморочим. Да. Тем быстрее ты набираешь экспертизу в нужную область. Да, да, да. Когда менеджмент приходит со скипидаром. Смортиз растет. Сергей, расскажи, наверное, ты теперь про вот использование лоа в геймбе, потому что мы так уже телеком и всякие вот такие штуки обсудили. Теперь твоя очередь. Про скучные вещи закончили, теперь про веселые. Да. Я, как пришел к лоам много лет назад, это я изучил питом и потом увидел лоа. И понял, что зря я потратил. Все познается в сравнении. На итоге я все еще пишу какие-то системные утилиты, знаете, вместо баша использую. Игры на лоа. Они хорошо идут. Много игр написал на лоа? Ой, своих две с половиной. Так, а чужих? Чужих не знаю, не считал. Не считал? То есть много садилось. Много. Но у меня, я же фрилансер, там куча заказов, но они все так сидят. Поэтому они не запоминаются. Поэтому трудно сказать сколько у меня было игр на лоа. Я пытаюсь посчитать сколько я написал, но за десяток. Ну вот как раз расскажите про лоа в геймгеле. Я познакомился с лоа через корону. Даже помню, на каком-то лоуин мозг был у тебя доклад про корону еще SDK. Наверное, было в 2014 году. Это не лоуин мозг, это был лоу воркшоп. Первый раз про корону, по-моему, я упомянул на конференции DevConf. Много лет назад. Ну, тогда нас с тобой не было еще. Да, и с того времени я уже начал потихоньку ездить по конференциям и продвигать лоа и корону. И евангелисты наши. Ну, что-то вроде того. В общем, мне понравилось то, что синтаксис лоа я изучил за день. Еще несколько дней прошло, и я уже полностью понял всю эту философию разработки на лоа, все эти таблицы, отсутствие класса. Мне это очень сильно порадовало, что не было классов. А у тебя был какой-то такой плюс-плюсный бэкграунд? Просто интересно. Питон же нормальный. Питон был на уровне университета. Был питон, то есть питон сильно и джаваскрипт. То есть эти вещи сильно помогли. А вот можно я тогда спрошу, раз мы про это заговорили. Сколько лет ты с лоа? Ну, примерно. Пять. Пять. Хорошо. Уже достаточно. Вот я по своему опыту и по себе самому заменчаю такую тенденцию. Когда ты приходишь к лоа, даже вот когда, как ты говоришь, я понял все эти таблицы, отсутствие классов. Но лоа настолько легко под себя чуть-чуть подстроить, особенно если с нуля пища не в каком-нибудь фреймворке, что ты начинаешь под свои какие-то реконцепшены, извините, под свои стереотипы брать и свою внутреннюю маленькую экосистему проекта, брать и перетачивать. Так что вот я с плюсов пришел. Я был вообще хардкорный плюсовый программист и больше ни на чем не писал когда-то давно, сколько, 12 лет назад. Вот. И я пытался в лоа навести плюсы. Да? Ты вот что пытался навести? Или ты вот прям вот сразу лоа впитал в себя? По-моему, я впитал сразу, но благодаря своему богатому опыту фрилансерства я видел некоторые удивительные, я не знаю, цензурный канал или нет? Цензурный канал. Вещи. Вещи. Например, мне скинули проект на лоа, в котором с первых срочек кода я понял, что люди очень любили джана. Это когда у тебя есть модуль... Много спейсов, миллион, да? Нет, сейчас вам скажу, как там было. Есть модуль лоа, в котором есть всякие константы, которые как бы в виде енонов были в жалостках. Это вроде нормально, нет? Куда же ты константами? То есть там было... Смотрите, как было. Там была таблица, в этой таблице были поля. Например, поле точка flag, допустим, равно единице. То есть у нас flag, у него есть магическое значение, интеджер единица. Как делают там в javi и в c, плюс-плюс-ок, enum, они так и есть, интеджеры. В лоа так не получается. Когда ты пишешь таблица точка flag, у тебя получается строковое значение, потому что flag это строка. И отдельно у них есть строки. И они строки из одной таблицы... Подставляют в качестве ключей, да? Да, в качестве ключей, ты к другим строкам. Ой, теперь я понял, да. То есть таблица в скобочке, там, таблица точка flag, вместо того, чтобы сразу написать flag. Да, я такое тоже видел. Ну и по другим вещам там тоже было видно, насколько java.way, у них был луашный код. А, еще одна интересная история есть. Тоже были программисты на луа, начали использовать там модуль библиотеку класса. То есть у них писали, там, каждый объект у них был new class, там, все эти дела. Вот, и они жаловали, что что-то у них все глючит там. Если экранчики поменять, то есть перезапустить сцену в игровую на экране, то оно все начинало некорректно работать, вот, и сразу было понятно, что у них не очищается память. Но они не в new self, ссылка куда-нибудь на тот же самый там неочищенный экземпляр, ну, в общем. Ну, в общем, что-то они там намудрили. И я что сделал? Я вот эту вот функцию, которую вот это вот делал new class, там были всякие мета-таблицы, вот это вот все использование. Я ее заменил на return пустой тейбл. Просто класс это вот тейбл пустой, без всяких там функций, без всяких мета-таблиц. И все заработало. Ну, видишь, дзен сразу пришел. Дзен, дзен. А вот пару слов. У тебя, Дим, какая трансформация была? У меня там достаточно богатый бэкграунд, да, то есть до того, как я начал вообще так или иначе познакомиться с словом, я использовал Delphi, я сегодня упомянул. Я использовал C++ Builder, я вообще учился программировать на Pascal. Кто из нас не учился программировать на Pascal? Вот, собственно, этим, когда я впервые взглянул на Lua, он мне очень сильно напомнил синтаксис Pascal, причем не по, там, не перечнем операторов, да, а вот простотой записи. У него есть фиксированные блоки, которые, ну, там очень много. Но у них общий предок, на самом деле. Возможно, да. Я все время забываю, как он называется, может быть, Антоново. Ну, а как минимум они оба вышли из академической среды, как языки. Там конкретный язык. Таких. Фортран, может быть? Нет, нет, совсем не Фортран. Вот, так вот, до того, как я связался с Lua, я занимался строительством сооружений связи, я занимался программированием, я занимался очень много системным администрированием, на самом деле. Поэтому у меня однозначного бэкграунда, к чему прийти, не было. То есть ты тоже сразу впитал LuaWay? В первую очередь я впитал необходимость автоматизации телеком-задач. То есть для меня LuaWay был инструмент, при помощи которого... То есть ты империю не пытался построить? Да, да, да. Ты просто брал и кодил? Да, потому что у меня была задача, там, за фиксированный промежуток времени, сделать облачную АТС. Это хороший скилл, не все так могут. А ты, Антон, какая у тебя деформация была, когда ты пришел в Lua? Да, вот прежде чем заниматься собственной реализацией Lua, я некоторое время поработал в LuaWay программистом. То есть ты не сразу стал писать джеткомпилятором? Нет, нет, нет. До этого я некоторое время был LuaWay программистом, а еще до этого я долгое время, большей частью, работал с Перлом и с Плюсами и решал всякие задачи в области прикладной агнистики. Пришел в LuaWay из этого мира, и LuaWay меня покорил тем, что он был ненавязчив как Перл и в некотором смысле просто как Си. Мне это поэтично очень звучит. Просто как Си, да. И ненавязчив как Перл. Просто не в смысле того, что он не дает тебе там выстрелить себе в ногу, как бы дает, но при этом он... Но очень прост. Да. Без боли. Нет, с болью, но с простой. Вот, ну то есть он не навязывает какие-то концепции, да, вот простота в этом смысле. Вот, ну то есть как, ну, любимый пример, там вот толщина книжки там Керниган и Ричи, да, там, сколько там, 150 страниц, да, вот программинный лу тоже не особо, да, а потом мы берем страус труппа, вот, и я вот в моменты, например, начинаю теряться, правда. И потягиваем себе мышцы руки. Вот, да, да. И вот придя писать на лу, сразу вот довольно было нагруженный РТБ проект, собственно говоря, я вот так старался описать, ну вот не уверен, что я прям впитал лу-а-вей, но я воспользовался тем свойством, что лу как бы позволяет все сделать по-разному, и вот где нужно я использовал вот эти вот тоненькие вот эти механизмы через мета-таблички, да, там вот объектно-анкетинопрограммирование, ну, такое вот лу-а-вейное, да, как оно есть. Вот, плюс не забывая о том, что у нашего проекта, там, до сих пор там всегда так было, производительность это довольно важная штука, да, поэтому мы не можем себе позволить там фабрики, фабрик, там, и так далее, и так далее, там все абстрактное. Вот, вот, как-то пытался, пытался еще... Но ты, прости, я тебя перебью, ты пришел тоже на готовую экосистему, ты не строил свою. Нет, своих я не строил, но, как же, ну, в принципе, были возможности там как-то что-то, какие-то ниши пооткрывать, да, но я старался там не вот, не заниматься строительством замков, вот, и вот так. А ты, Костя, сознайся в своих грехах. Ну, я-то в ло пришел, наверное, больше из контекста такого веб-программирования, ну, то есть, это не жуткий C++. Да, нет, я больше там измерил что-то типа JavaScript, сам, не знаю, PHP, Python, ну, какие-то, скажем так, скриптовые, в любом случае, языки, да, и, в принципе, ну, мне кажется, что, конечно, первая такая мысль была, ну, то есть, глядя так, вспоминая, как это было, мне кажется, конечно, такой налет JavaScript'а чувствовался. Ну, вот эти привычные понимания коллбеков, оно очень просто легко, вот ты прямо как бы раз, и оно пошло. Что-то на JS'е не написал, да, я, на самом деле, вот если говорить даже про VAMP, то такая история, как все это происходило. Я сначала написал клиент на JavaScript'е, собственно, в VAMP'е JS, вот, для VAMP'а. Потом, ну, как бы у нас там, кто-то, что-то как-то мы там у себя, я говорю, используем на работе, там, для системной части, для администрирования, вот, и тоже, ну, надо туда. И я так просто луви сделал, просто, по сути, ну, такой, грубо говоря, копипаст, то есть, оттранслировал, то есть, у меня было четко понимание, что я вот прям то же самое могу написать по луву, просто чуть-чуть другой синтексис, мне там не нужен каких классов, ну, да, set metatable, там, где-то там, чтобы просто несколько инстансов держать, тык-тык-тык, и вот оно все как бы сходу зацепилось. То есть, очень прямо легко как-то так, и я прямо порадовался. Ну, ты избавился от этих грехов уже? Ты очистился? Нет, set metatable у меня есть в коде. Это хорошо. А можно вот вам быстрый вопрос, чисто для статистики. Кто из вас в коммерческом коде, ну, в продажном коде, использовал луашные каррутины? Я непрерывно их использую. То же самое. То есть, NGNX, ну, а как с ними начать работать? Не напрямую. Ну, то есть, вот, влажные каррутины, они лежат в основе open-rested движка. Но ты их там напрямую не используешь. Да, конечно. Вот тут вопрос с Сашей, как раз таки, я вот, как Сергей заметил, да, я напрямую тоже, вот, у меня есть идея, мысль, то есть, мне интересно почитать там всякие, как там, фторан, там всякие фибры, ну, какие-то имеющие заюзы, даже Луи, в принципе, даже вот в докладе, там, на слайде упоминал, что хорошо бы прикрутить, но я их вот вживую и так использую. Вот, ну, а чем хорош? Я, на самом деле, практически никогда даже метатейблы не использую, потому что все это при условии эффективного надевания Луа на какую-то другую систему, когда мы не пишем на Луа самостоятельно, да, когда мы это надеваем, там, ну, на NGINX, да, в случае в open-rested. Нет необходимости, там это все органично очень вписывается, и мы пишем плоский, понятный, лёгкий, читаемый код, который при этом обладает функцией асинхронности, он сам, ну, в общем, это очень удобно, очень приятно. Я хочу еще заметить то, что очень классно получается, берешь какой-нибудь код, который тебе нужно портировать на Луа, удаляешь оттуда, все через плейс там типы, удаляешь, точки запятой, все через плейс там. А зачем ты точки запятой удаляешь? Нет, точки запятой надо удалять, чем, если оно работает с меньшим количеством символов и сохраняя читабельность, значит, нужно так и делать. А, вдобавок, еще один каверзный вопрос. Двойные кавычки или одинарные? О-о-о, я скажу, к чему мы пришли. А, или двойные квадратные скобки с тремя знаками равенцами. Да, это вообще шикарно. Нет, я скажу, что у нас в компании какой гайдлайн в конце концов сложился. По умолчанию одинарные кавычки. Если в строке есть одинарная кавычка, то двойные кавычки. Если строка на естественном языке, а не идентификатор, то есть она типа локализуемая, то тогда двойные квадратные скобки. Ну, просто такое некое соглашение. У нас такой конвеншен. На самом деле, конечно... Неплохое соглашение, но я бы, наверное, даже бы одинарные кавычки эскейпил внутри одинарных кавычек. Ну, да. Мы смотрели на то, какой код у нас уже написан и сошлись к тому, что так эстетично. Вообще, кодинг-гайдлайн по моему опыту, они не могут быть полностью стройными никогда. Они в принципе не складываются. Нет, они всегда как бы работают в контексте какого-то там экосистемы, команды, где-то, где они уже приняты. Всегда есть исключения. Конечно, конечно. Приходит новичок и говорит, а вот почему вы здесь вот так делаете, а в остальных случаях по-другому. Наши чувства прекрасного этого требуют. Буквально изредка приходится такие ответы давать. По поводу гайдлайнов и форматирования кода, мне, опять же, очень нравится подход разработчиков языка ГО. Я вот очень много аналогий привожу с ЛО и ГО, и мне кажется, ЛО программистам очень должен понравиться этот язык, если они его не знали, потому что очень много схожестей. И у Гугла прямо с ГО идет их автоматическая утилита форматирования FMT. То есть вы нажимаете Ctrl-LS в своем редакторе, и весь ваш код переформатируется так, как видят Гугл. Вы можете с ним быть не совсем согласны. Да, можно и разобраться, но зато у всех одинаково. Да, и у всех все одинаково. У нас так на JavaScript-овых проектах на самом деле, насколько это можно сделать. Слушайте, а вот, ну, JSS-то уже, конечно, умер. Ну, это уже другое дело. Ну, проект начался до того, как он... Нет, я понимаю, да, они команду сейчас, они ушли в ESLint, все дружно как бы силы бросили. А вот я как раз хотел поднять вопрос, а есть какие-то такие в ЛО, вот такие тоже линтеры, ну, которые форматоры какие-то... ЛО-Черк. Линтер, ЛО-Черк. ЛО-Черк, это линтер, а форматоров общепризнанного пока я не видел в широком использовании. Не, ну, на самом деле на мета-ЛО их надо делать. На чем-то... Просто вот в этом плане, если мне что нравится, например, в той же самой системе JavaScript, да, с которой я так как-то тоже больше, наверное, может быть, знаком, там, во-первых, ну, конечно, комьюнити самое большее, но не в этом суть. Есть, например, вот там замечательная вещь, там, ESLint, GSCS, не столь важные, да, некие тулзы, которые, во-первых, позволят тебе форматировать, там, выдавайте ошибки, но что самое классное, что есть какие-то крупные компании, например, там, Airbnb, JQuery, да, там, Foundation, которые все вкладывают. А опубликовали свои гайдлайнеры, говорят, ребята, там, Google, Airbnb, ребята, у нас офигенный стэк, мы NGS пишем днем и ночью, там, сто тысяч, сотни тысяч трех ходов, вот как мы его форматируем, нам это нравится. Здесь даже поинт не в том, что они это выкладывают, а в том, что есть куда это выложить. Это есть куда выложить, есть утилиты, которые позволяют тебе это прямо вот так вот. То есть, у тебя в экосистеме, я вас крето, столько много, извините, добавленной стоимости, что компании, которые очень активно занимаются разработкой, в состоянии вкладывать в то, что... Ну, конечно, вот этого немножко не хватает. Не хватает, если помните, ведь некоторое время назад, мне кажется, месяца два в рассылке в Луаэль мелькнуло сообщение, а что с форматом, вот, и народ... Ну, каждый вышел со своим локальным решением, а вот у нас... Своим маленьким форматом, да. А вот у нас и начались какие-то трения, а вот у вас не так. Ну, то есть, да, это проблемы вот такого централизованного, каких-то популярных, не знаю, нет. Это моя любимая тема, на самом деле, последние годы, потому что, ну, вы знаете все, что Луа Тим исповедует парадигму разработки, называется «Live me alone development». Да, то есть, ну, это сам Роберто говорил много раз, что мы делаем механизмы, слушая пользователей, которые просят у нас свечи, так, чтобы как можно больший класс пользователей замолчал. В хорошем смысле, конечно, да. В хорошем смысле удовлетворитель. Удовлетворился и замолчал, да. И пошел делать сам. Это очень хорошо, это сделал Луа, Луа, на самом деле, иначе получился бы питом или говн. Да, и мы все, наверное, тут сидим, потому что Луа такой. Но с одной стороны, а с другой стороны, такая вот некоторая социальность, в хорошем смысле, она комьюнити вредит в некотором роде. Потому что у нас есть миллион экосистем несовместимых или слабосовместимых, или почти совместимых, что хуже всего. Да, и люди не могут, нет в культуре того, что люди объединяют усилия над такими же проблемами, как Линдер. На мой взгляд, извини, я тебя перебью, это очень сильно связано с тем, что Луа не имеет превалирующей единой точки приложения. То есть вот Луа является классным встраиваемым языком для всего. Вот если мы вспомним тот же JavaScript, то основное его применение – это автоматизация веб-разработки, то есть автоматизация веба. Если мы вспомним питом... А я тебе другой пример дам. Да. Очень пример, который вот прям Клоу очень хорошо применил. Возьми Ruby. Что был Ruby до того, как появился Ruby on Rails? Вот такая же вот местечковая... Ну, не такая местечковая, как тогда был Ruby, но местечковый язык, которым каждый творил свое. После чего пришли ребята, которые сделали Ruby on Rails. Совершенно верно. Они сделали парадигму, они сделали Rails way, который вот так надо делать. И они чем сильны? Они сильны не тем, что они сделали Ruby on Rails. Ruby on Rails – он хороший фреймворк, но обычный. У них очень сильная работа с комьюнити, очень сильная социальная часть. Я поспорю, дело в том, что там в первую очередь не то, что у них сильные работы с комьюнити и сильная социальная часть. Это следствие, на мой взгляд, того, что они заняли нишу бэкэнд-разработки. Они были одними из первых, кто в этой нише сел, но они были очень нравственные. Они смогли работать с комьюнити, они захотели работать с комьюнити. Ну, скорее, вопрос о том, что в бэкэнде-то много чего было. И PHP всю жизнь было на тот момент. Другое дело, что они именно с Рейнборка такого не было, там не было такого вэя. Вот именно такой способ парадигму. Нет, они парадигму разработали, понимаешь? Они дали парадигму разработать комьюнити. Были хорошие в инженерном плане фреймворки и тогда. Для того времени были неплохие. И на PHP, и на перле были очень хорошие. Не было программной инженерии, не было человеческой инженерии. И вот то, что принес Рубин Рейлс, это именно человеческая инженерия для IT. Поэтому так это все вылезло. И это то, чего в моем понимании не хватает ЛОО очень сильно. Не хватает людей, которые бы сидели и целенаправленно занимались тем, что работали с культурой. Не с комьюнити, не с людьми индивидуально, не с организациями даже, а именно с культурой. Но это культура легла в конкретное место. То есть был запрос на масштабный фреймворк, позволяющий сильно ускорить веб-разработку. То есть они дали не только инженерные решения, не только работали с культурой. Люди на это откликнулись. Был запрос сообщества на то, чтобы ускорить веб-разработку. Вот опять, смотрите, вот тут важный момент, что именно ускорить веб-разработку. А ЛОО, как ты сам тоже заметил, что она очень много спер-применеет. Нету одной из делал инженерных фреймворк такой. Я разговаривал с Роберто, он не должен быть универсальный на самом деле. Нужна просто та точка приложения. Я имел этот разговор практически, как мы сейчас с вами говорим, с Роберто Киросалемским. Что говорит Роберто? Что да, именно эту проблему мы видим. Но у нас нет сил, чтобы работать с комьюнити. Поэтому, пожалуйста, помогайте нам. Я в меру сил помогаю вместе с другими людьми. Но Роберто говорит, что вот есть такая ниша, я ее вижу. И это ниша IoT. Потому что ЛОО, ну ЛОО уже сколько, уже больше 20 лет языком. И Роберто на нем сидит в главе разработки все время. И очень хорошо наблюдает, очень хорошее видение, где выстреливает ЛОО. ЛОО выстреливает там, где нужно две вещи одновременно. Очень простой язык и очень быстрый язык. Потому что есть очень простые языки, которые медленные. Есть очень быстрые языки, которые непростые. И вот только ЛОО практически нет другого распространенного языка, который бы и то, и другое было. Ну JS, как ни крути, все же сейчас немножко эту нишу тоже занимает. Он не быстрый, он безумно тяжелый. Он тяжелый. Для медщины он слишком тяжелый. Ну, есть же даже версии, смотри, сейчас под всякие там мангузу. Ну, мангузу основу, ладно, там похожие вещи, которые JS, прям интерпретатор урезанный, да, он короткий. А раздутая спецификация на язык. Другое дело. Когда у тебя в спецификации на язык есть у строкового типа в стандарте метод, который его оборачивает в тег А. Ну, понятно, что там, да. На его работе это не нужно, наверное. Кстати, это еще одна интересная вещь, которую Роберто, когда приезжал в IPN-Web, я все время люблю это вспоминать, что он сказал. Его спросили, что вот, слушайте, ну JavaScript, все говорят, что он как язык так себе очень сильный. Ну, за один же день написано. Там очень много лет. Даже дело не в этом. Проблема не в этом. Сейчас я скажу, в чем проблема. Да, значит, ничего, вот раздутая спецификация, он не академичный, он больше инженерный язык, страшный. С другой стороны, есть ЛО, который с точки зрения выразительных средств, ну, он почти Ява-скрипт или Ява-скрипт почти ЛО. Они очень сильно пересекаются, на самом деле. Вот. И ЛО такой весь красивый, легкий, не инженерный, академичный, наоборот, что для языка очень хорошо. Вот. И мы так любим ЛО, сказали ребята из IP on Web. Вот скажите, пожалуйста, Роберто, если бы те годы, сколько лет назад прошло, когда принимали решение взять Ява-скрипт, а ЛО тогда уже существовало, если бы взяли ЛО, да, хотели бы вы, чтобы это случилось? Как вы считаете, было бы ли бы хорошо для современных браузеров, было бы лучше? Знаете, что сказал Роберто? Вот Антон знает, он лыбается. Он присутствовал Роберто сказал, что, ребят, извините, нет, не хотел бы ни в коем случае, потому что Ява-скрипту мешает развиваться как языку, в академичном смысле, именно легоси, обратная совместимость. И никуда не денешь. И ЛО в тех версиях, какая-нибудь вторая, третья версия была, когда это все происходило, в тех версиях он тоже был страшненький, тоже был некрасивый. И если бы тогда его взяли и заморозили, получился бы тот же самый Ява-скрипт с if and вместо фигурных скобочек, да, вот, поэтому... Ну, тут еще и само применение определяет язык, на самом деле, Джава-скрипт очень сильно сформирован применением его как языка для... Ну, это то, что его заморозило, фактически. То, что и определило дальнейшее развитие, на самом деле, не только заморозило на том состоянии, но и развитие определило. То есть все вот эти вот асинхронные, там, промиссы, эвейт, осинк и так далее, это все определено способами его применения. То есть вот... Джава-скрипт это, на самом деле, совершенно отдельная тема, там столько всяких нюансов, и на его... Одно из его преимуществ, то, что как раз-таки то, что он во всех браузерах, его все активно и допиливают, и пытаются как-то его ускорить. У нас и Asn.js появился, и этот гуглский... Ну, это отдельная, отдельная песня, да. Да, V8, он на самом деле не медленный, V8, он очень быстрый. Но сколько он ресурсов жрет, по сравнению, если бы это было на Луа, это да. Поэтому у гугла же сейчас есть инициатива в Дарт браузерах использовать? Конечно, не Луа, но все равно что-то они смотрят на... Интересно, что над Дартом, и раньше, над V8, работает один из разработчиков Луа-Джета, Вячеслав Егоров. Да, Вячеслав Егоров. Большой молодец. Так что мы можем быть уверены, что в Дарт притащили в хорошем смысле и в обратную сторону идеи. Опять же, исходя из всего проговоренного, можно сказать, что если Луа найдет себе точку применения, вот такую там, например, и вот, она тут же заморозится и дальше повторит судьбу джаваскрипта. И всех остальных приложенных. А на это, пардон, еще одна цитата из Роберто, еще один рассказ про его разговор. Потому что я задавал вопрос каверзный Роберто в свое время. А, собственно, когда он в этом году прилетал же, да, время летит, на конференцию в Москве, да, я у него спросил, Роберто, а вот когда будет 6.0? Роберто сказал, я надеюсь, никогда. Потому что язык на самом деле по большому счету сформирован. Там есть много нюансов, которые надо полировать, безусловно. Есть много шероховатостей. Но он достиг зрелости. Но он очень зрелый. К этому можно добавить то, что, насколько я понимаю, ЛО 5.4, да, если он выйдет основным новшеством в ЛО 5.4, там планируется опять включить этот garbage collector. Не планируется. Это Роберто думает, что может быть. Да, но кроме, ну, по сути, это, как бы, ну, некий implementation detail, да, то есть... Да, 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 а другой implementation detail, это константные объекты, например, про то, что говорит. Что, говорит Роберто, константные объекты, тот самый garbage collector, другой попробовать, еще что-то. Но это не язык. Это не язык совсем. Это реализация. Это часть реализации, часть спецификации на стандартный фреймворк исполнения этого языка. Не на синтаксис. На синтаксис это никак не влияет. Вот. И поэтому то, что ты говоришь, что ЛО возьмет и заморозится, и слава богу. Ну, я к тому, что, да, на самом деле, я в этом случае поддержу Сашу, в смысле, он уже созрел до того, чтобы даже если мы заморозим, мы ничего не потеряли. Ну, как бы. Ну, возможно, да, просто сейчас это некий академический язык, да, такой вот, не привязанный к конкретной сфере применения. И если мы найдем, если найдется для него ниша, да, конкретная, вот, в которой он в основном будет жить, то дальнейшее его развитие будет определяться этой нишей. И вот о чем моя мысль. Безусловно. Он прошел уже такой длинный путь вот в таком незамороженном состоянии свободного полета, что, в общем-то, может уже... Что дай-то бог. Ну, может, если получится заморозить, давайте посмотрим, как язык будет жить в таком замороженном состоянии. Еще у меня комментарий по поводу использования Луа в качестве для устройств Internet of Things. Если вы программируете, например, какой-нибудь контроллер на Луа, потом ставите его, уезжаете на дачу, ставите, чтобы там следил за температурой, уезжаете себе в другую область обратно, потом снимаете показания с него и увидите, что у вас вернулась ошибка, то, что вы указали вместо точки две точки. И, мне кажется, с этим будет проблема за циклом. Ну, ты хочешь язык со статической типизацией для этого? Ну, мне кажется, для микроконтроллеров, для Internet of Things все-таки подходит больше язык, именно компилируемый со статической типизацией. А я не согласен. Вопрос здесь только в дефиците инструментов. И то, что ты себе задеплоил, извини меня, код с точкой, это значит, что у тебя нет статической проверки просто на то, что ты делаешь. Да, если она не может быть сработана на 100%. Вот для таких вещей она может быть сработана. Ну, тут еще такой очень важный момент. На самом деле, когда мысль о том, что для микроконтроллера надо что-то очень маленькое, вот ты ее тоже проговорил, она в данный момент, ну, в общем, не очень соответствует. Даже самые маленькие контроллеры, они сейчас имеют 16 мегабайт памяти. Ну, да нет, посмотрите на Raspberry Pi, который в Internet of Things везде кидает, там, гигабайт памяти. Еще раз перейти, слушайте, ESP826, NodMCU, все что угодно поместится, там нет необходимости как-то очень сильно экономить невычислительные ресурсы, ну, исходя из мощности ULA. Потому что там никто не собирается на датчике двери запускать, я не знаю, Windows 10. Ну, и потом, если мы говорим про deployment, про deployment на серьезные продукты, что, ну, сейчас перед луашным треком был интересный доклад на эту тему про Ubuntu.com, да? Когда у тебя операционная система, которая стоит на этой железке, отвечает за то, что, ну, у тебя случилась фигня, ты откатился, она сама откатилась. Да, то есть у тебя был предыдущий версия пакета с твоей логикой с двумя точками правильно написанной. Ну, кстати, кстати говоря, да, то же самое над MCU, как же он работает, у тебя есть прошивка, в которой там встроен интерпретатор, да, ты туда просто заливаешь файлики, и условно есть файлик по названию init.lu, который будет выполняться при старте железки, да? По большому счету, ну, тебе надо протестировать его, сделать в нем некую обвязку, которая будет вызвать там, реквари-рить уже твои какие-нибудь модули, да? И ты сохранишь на текущую, предыдущую версию, вот у тебя что-то, ну, сломалось, ну, по большому счету, почему бы не обработать это исключение и сказать, а, блин, фигня, давай уведомим разработчика и вернем в старый, ну, условно говоря. Тут больше вопрос какой-то, мне кажется, ну, проблему можно обойти. Ну, да, это вопрос взрослости той экосистемы, с которой ты работаешь, безусловно. Безусловно, то решение, которое... Ну, по себе я могу сказать, то, что когда я использую там, либо компилируем, так скажем, язык, то есть я программирую и на Java, и на C++, и на Go, в конце концов. Да, ну, на Go там совершенно другая ситуация. На Go у меня получается меньше всего ошибок в коде по сравнению со всеми другими языками, потому что там наибольше так все по-простому использовано, и так все красиво компилируется, это сразу тебе дает все ошибки, которые могут произойти. Вот, словно, у меня частенько все-таки проскакивают синтаксические какие-то ошибки, там, здесь не то поставил. Но в моей практике они все быстро вылавливаются, потому что у меня геймдев, и я на клиенте сразу, у меня наглядно все эти ошибки изображаются. А если я не буду видеть, как на устройствах Internet of Things, каких-нибудь наглядных результатов, то они будут гораздо легче туда притекать. На самом деле, скорее, административная проблема, то есть это решается набором юнитестов, набором... Того же линтеров, чекеров, вопросов обслуживающихся. Да, линтеров, чекеров, регуляционные тестирования. То есть со всеми этими проблемами сталкивается не только лоапрограммизм. А так, мне кажется, серебряной пули как-то нет, потому что, опять же, тема простоты C изящный, хороший язык, да, там вот статическая типизация и так далее, но сколько способов быстро лечить в новую пулируху? Простых. Очень простых и изящных. На C много ошибок. C очень хорош, извините, что я перевернусь. C очень хорош, тем, что на нем практически невозможно написать некомпилируемую строку. Да, уж дальше там что будет в IndyFight Behainer, который, кстати, у нас следует C++, да? Вот, так что... Слушайте, а что вы думаете вот про всякие мунскрипты? Вот, как бы, да, в джаваскрипте-то вообще все что угодно компилируется, в джаваскрипте, а в лоя тоже... Какой еще кофескрипт? А? Какой еще кофескрипт? Нет, кофескрипт уже, слава богу, помер, но я надеюсь, что помрет, по крайней мере, в мою личную книгу. Мне кажется, примерно такая же история. Нет, да, я понимаю, просто вот интересно, как бы, ну вот мунскрипт, как с МВС, наиболее популярный, да, и, в принципе, на нем уже даже построен этот фреймворк с лаписом. Я могу сказать, что меня бесит синтаксис обращения к объекту, вот, из-за этого слэша нет, спасибо. Честно сказать, я посмотрел мунскрипт, я пользуюсь лаписом, но последние полгода меня преследует мысль о том, что его надо выпилить из своих проектов. У меня нет работы вот с подобным, ни с фреймворком, ни с мунскриптом, но к такой вот идее расширения языка отношусь к некоторым подозрениям. Я могу сказать, как совладелец бизнеса, вот скажем так, почему у меня не будет мунскрипта, если ко мне не придет заказчик с ним сразу, потому что мне надо нанимать людей, мне надо их учить, мне надо иметь возможность заменить этих людей потом, да, и когда у меня есть лога, которому 20 лет, за которым стоит все-таки много народу, я могу найти луашника с опытом, в принципе, на рынке, но даже если я его не нашел, я могу обучить, взять того же плюсовика, взять питончик, обучить без больших проблем языку. И этот человек, где я его переобучу, он потом мне скажет, ну слушай, Саша, ну это конечно хорошо, но куда я дальше пойду, да? Если я его переобучу мунскрипту, ему некуда будет пойти вообще. Еще интересную тему ты затронул по поводу поиска работников и поиска работниками работы. То есть ты говоришь, найти луашника программиста довольно легко? Нет, я говорю, что можно. Можно, хорошо. То, что мунскриптеры нанимают, это нереально, это совершенно точно. Ну автора мунскрипта, наверное, я могу нанять. Да. Отдого. С луа, с другой стороны, те, кто люди начинают изучать луа, они так же само задаются вопросом, ну куда я с этим луа пойду, там вот игры делают, а си плюс плюс нужно, там си шарп юнить какой-нибудь. Им тяжело себя найти с этим предлогом. Я говорю, это на самом деле не такая большая проблема, потому что навязать заказчику свою среду разработки можно. Я когда начал фрилансить, я так и делал. То есть там брал заказы, которые там требуются Objective-C, требуется Java. Я вам говорю, зачем Objective-C или Java, если вот я луа на обе платформы, еще там десктоп могу сделать. И они такие, о, классно, все работает. На самом деле есть еще один подход, это когда ты пишешь на луа, что ты пишешь с библиотеками. Ну тут на самом деле еще один очень важный фактор. Луа очень прост. То есть реально, как Сергей правильно говорит, обучить человека программировать на луа, если он уже программировал на каком-то языке, можно в течение двух дней. То есть если это нормальный программист, там очень простой синтексис. Я учил геймдизайнеров без опыта программирования за неделю. Я тоже могу говорить, у нас там в одном из сервисов драйвера для камер пишется тоже на луа. То есть модно на обвязку вся на всях. И у нас там приходит стажера, первая задачка. Напиши, есть API, ну сишник, который интерфейс. Пожалуйста, напиши там драйвер для какого-нибудь устройства на луа. Вот вообще пишут. Вопрос о том, куда я с этим пойду, если человек уже, то есть если человек приходит без знания программирования, и мы его обучаем луа, тогда это вопрос, откуда мы взяли этого студента. И чему его учить, он не стоит. Тут вопрос-то на самом деле немножко, с одной стороны, сравнивать луа, обучение луа и обучение лапису или мунскрипту, это то же самое, как одно дело обучить новому языку, изучить новый язык. То же самое Dart. У меня буквально недавно был в подкасте в гостях, ребята были из, про Dart рассказывали, да, соответственно, вот. И мы тоже вопрос, как говорят, ну откуда вы берете Dart? Dart вообще, вон, ниша просто маленькая такая. Она говорит, ну мы вот так, по нашему опыту, да, поняли, что больше всего к нам заходит Java, либо C-Shark. То есть люди с таким именно, ну скажем так, объектно ориентированным луа-пешным бэкграундом, да, именно таким вот. Заков со статической, типа Z. Да, 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 именно так, потому что Dart, он же компилирован, и вот мы их переобучаем, они вообще на ура идут. Это одно дело изучить новый язык, потому что, ну, мне кажется, программистам всегда новый язык, ну, как инкрутирует всегда какой-то... Потому что программист должен знать минимум два языка, и кто-то из классиков сказал. Ну, неважно, два или три, потому что всегда это, как бы, опыт. Это как минимум интересно. Ну, как минимум это интересно, да, новый язык даже. Ну, с одной стороны, интересно, а с другой стороны, когда HR смотрит на твое резюме, и у тебя там написано три года, кто программировал на луа и больше ни на чем, опаньки. И это, на самом деле, это реальная проблема, и еще одна из проблем с людской инженерией, да, это восприятие этой технологии, восприятие луа. Антон, вот вы очень много работаете с луа-программистами, я знаю. Прокомментируй, пожалуйста, тоже зашу. У вас их много. У нас их много, у нас их несколько десятков, причем, мне кажется, меньшинство из них являются именно вот луа-программистами. Я вот на своей памяти одного прям нанимал, он пришел, тоже, по-моему, из телекома, и вот там он прям писал на луу и пришел, сказал, я знаю лууу. Вот. А большинство-то тоже приходило, ну, там, совершенно разными путями, совершенно разных, там, скриптовых, языков каких-то других. Вот. Мы говорим следующее, что, ребят, луа за счет своей ненавязчивости, да, дает вам возможность вот развиваться как программистам, реализовывать вот какие-то задачи, и вы прокачиваетесь не просто в каком-то языке, да, вот луа, вы действительно его быстро-быстро изучите, да, вы изучаете как бы вот задачи в целом, вот есть у вас, вот у вас есть вот компьютер-сайенс, да, и вот вам нужно вот так спроектировать, вот так протестировать, вы думаете о задаче, о мониторе, да, 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 вы начинаете мыслить на уровне задач, а то, что ну луа, ну вот луа, вот наслаждайтесь тем, что он такой простой, хороший. А что я ИЧАру скажу на следующей работе? Ну, они моё резюмо не отберут. А ИЧАру можно сказать, что вот, ребят, я рулил там проектом, который делает, я писал стабильный код, который обрабатывает 5 миллионов запросов в секунду. И в этом смысле мне кажется уже, вот, на моё личное убеждение, что тут уже язык уже начинает быть какими-то инструкциями. Все равно все перечитают резюме, знаешь, как C, C плюс-плюс, а где ты писал на С, ну, в институте на первом курсе у нас был семестр, все же перечисляют, поэтому твоё резюме все равно отберут, не указывай там только луа, пиши все подряд. Поэтому язык оказывается неким инструментом, да, а ты уже получаешь какой-то опыт другой. Поэтому мне кажется, ну вот даже... Это хороший поинт. Но только я костю поправлю, указывай луа в резюме и присылай его мне и Антону. Или как ты говоришь указать два языка программирования, а на собеседнице сказать Pascal и Basic. Еще я тоже хочу отметить, как луа... Из-за того, что луа во все стороны растет, то он подключается там и ко всем языкам, наверное, кроме брейнфака. Брейнфак он, конечно. Просто пока еще нами не написали адаптеры. Написали, написали. Да, уже есть, да. Даже здесь. В общем, именно из-за луа я изучил Java и Objective-C, потому что нужно было делать расширение для этих игровых движков, для коронок. И когда она выпустила вот расширение, я подумал, ну, надо писать. Сел и изучил. Вот это и бывает. То есть вот так вот даже, да. Луу заставляет изучать тебя другие языки смежные. То есть меня плюсы заставили изучить лууу, а тут наоборот. Наоборот, да, да. В общем, вполне показательный пример, на самом деле, о том, что хороший программист, неважно на каком языке он пишет, он достаточно быстро переобучается под другой язык, другое дело, что таких универсальных программистов, по моему опыту, на самом деле, мало. То есть очень много... Хороших программистов вообще мало. Да, я все, что обобщил бы. Да, много ребят, которые знают один язык, при этом умеют его применять вот очень ограниченным числом способов. Это особенно характерно для JavaScript мира. Мы замучились нанимать JavaScript-ов, честно говоря, потому что, извини, я тебя перебил, у нас тест на знание деревьев. Вот прям вот очень тупо. Знаешь, что такое дерево? Умеешь обойти? Прошел тест, все. Проходит один программист, не знаю, из 20, потому что говорит, а что, я прочитал данные из базы данных, вывел их на экран, засунул обратно. Но тут скорее... А что я с таким человеком буду делать? Ну формочки пойдет рисовать, спасибо. Вот опять, что-то скорее, знаешь, из-за того, что просто в JavaScript очень много идет людей со стороны, очень много. Вот просто, если раньше, как бы, там, ну, в C++ человек не пойдет после, там, не знаю, 10 лет в хирургии, понимаешь? А вот ко мне приходилось, что человек говорит, да, я был, там, ну, не хирургом, ну, кажется, каким-то врачом. Я людей резал. Да, людей резал, знаешь? Но мне как-то надоело, денег не приносит, я ушел в JavaScript. Что там, Google, там, Hello World, оно вот оно, налегке. Понимаешь, и все. Так нет, а там, посмотрите, посмотрите, весь Facebook забит рекламой. Учим программированию за месяц. Программист самое востребованное. Опять же, вот, смотри, хороший пример, да, коли мы эту тему затронули, хотя вроде как не хотелось. Ну, да ладно. Сколько сейчас появилось, очень много всяких, там, Node School, Code School, да, в моем смысле, каких-то платформ, сервисов, которые обучают. Но вы посмотрите, чем они обучают. 99% это JavaScript, CSS. Никто за 20 дней тебя C++ почему-то не обучает. Ну как, была книжка C++ за 21 день. Да, прочитал, потом телепортнулся, наверное, назад. Меня бог милого, это, наверное, шильд. Шильд, дети, не читайте шильд. А у меня, кстати, вот единственный справочник по C++, который стоит дома шить. Я не буду тебе предлагать выполнить с ним ритуальные действия. Надеюсь, бумага мягкая? Мягкая, мягкая. Уже в руках просто. Нет, он еще стоит. Стоит, стоит. Если в стране, у нас станут тяжелые времена. И редко пользуюсь. Про ситуацию с JavaScript. Для этого еще термин есть JSKID. Потому что, ну, это те люди, которые два числа складывают через jQuery. В общем, всех подряд метлами гонят в этот JavaScript. То есть, там и реклама, и этот JavaScript, и там, и сям. И из-за того, что это низкий порог вхождения, поэтому у нас получается, по-моему, наибольший процент начинающих... Конечно, конечно, да. ...пограммистов к опытным. В других языках, которые так не гонят, то это соотношение гораздо меньше. Но, ребят, вы знаете, это, с одной стороны, да. Но вот вы приводите плюсы, как пример, да. Я могу сказать, что плюсовиков мы тоже нанимаем. И, блин, ну, то есть, до того, как начался вот этот проект, которым уже плюсовый код был, да, я говорил, что я знаю, наверное, пять человек, которым я готов доверить писать код на плюсах. Кстати, уже шесть. Вот. При этом я в это число не вхожу уже, потому что не писал на нем много лет. Ну, хорошо, я снизил планку, потому что проект надо делать. Но, блин, эти люди, которые приходят писать на СИС классами, извините, они все равно не проходят. Они не программисты все равно. Хотя они пишут на плюсах. Все описанные эффекты объясняются очень просто. Берем биржу AppWark.com, да, и видим, что запросы на программиста, знающий ваш ТМЛ, ЦСС и чуть-чуть Дживаскрипта, публикуются в среднем раз в минуту. Вот и все. Вот это ответ на вопрос, почему все спрашивают. Да, спрос в небольшом предложении. Очень-очень небольшой спрос. Вот и все. И за них продолжают платить деньги. То есть вот джуниор, реально джуниор, который прошел год обучения в Geekbrains, да, вот он оттуда выходит и идет на зарплату в 90 тысяч, как бы без особых сложностей. Потому что есть спрос, за это готовы платить деньги. Да, рынок. Тяжело. Давайте на позитиве, может быть, это самое. Солоты и взяло. Переключим. Нет, ло для профессионалов, а не для JSKiddy. Давайте переключимся на более позитивный. Что если вы хороший программист и готовы писать хороший код и знаете деревья, то приходите к нам с Антоном. И к нам, и к нам, и к нам. Или ко мне, или к Антону, или к ребятам. В общем, пишите кости. Он вас пристроит. Да, ладно, не обижайтесь за какой-то такой хуливар в плане фронтенда. Мы ничего плохого не хотели сказать. Хороших фронтенщиков тоже возьмем. Если тесты делим, что пойдут. Слушай, ну столько рекламы уже, все. Ладно, давайте заканчивать. А мы не одну контору. А, вот Антона назвали контору. Да. Ладно, мою контору тоже назовем. Я контора Logic Editor называется. Друзья, давайте на этом загругляться. Напомню, что с нами был Александр Владыш, как раз из контора Logic Editor. Я автор подкаста. Ты из подкаста. Антон Солдатов из IPNWeb. Дмитрий Борисов. Фрилансер. Он сам по себе фрилансер. И Сергей Лерк тоже фрилансер. А, вот, ребята, еще приходите 7 декабря на Метап. Я говорю вам, как Александр Владыш из Лоуин-Москва. Да, да, да. Я думаю, что к этому времени мы все же опубликуем уже. Поэтому есть шанс. Ну, ты быстро работаешь. Да, ладно. Все. Всем спасибо. Ура. Спасибо. Спасибо.